Когда соприкоснулся я впервые с культурой украинского народа, для меня было шоком, допустим, приятным, что перед Рождеством, допустим, пелись вот эти вот песни украинские, рождественские гимны, потом приветствие было «Слава Иисусу Христу», «На веке слава Богу Святому» ответ был. Вот эти вещи, на которые местные жители мало внимания обращают, для меня это было таким культурным шоком. Я понимал, что Христос, придя в культуру, допустим, какого-то народа, действительно, Он это все для вечности раскрывает. Я думаю, что народы принесут эту славу в Царство Небесное, не только каждый из нас, как индивидуум, но и даже целые народы, целое сообщество даже. Все народы прославят Господа, слава Иисусу Христу. Пусть Бог благословит вас всех, дорогие друзья. Братья и сестры, у нас уже этот час подошел к концу вот этого эфира. Да, еще здесь, а, нет, это уже было сообщение, да. По поводу мессианского служения, брат, скажу, что да, обязательно посетите служение мессианское, и неважно, вы евреи или не еврей, во Христе Иисусе, Бог, да, и все евреи во Христе Иисусе. Потому что, кстати, вот здесь вот село под Киевом, Гниден, Гниден, да, есть такое. Да, и вот я там часто останавливался одно время, и вот, значит, там один дедушка был жив тогда, значит, старенький, старенький дедушка, такой широукраинец, патриот такой, такое все. Не только вот сейчас на волне там патриотизма, а вообще вот еще было же, ну, далеко до всех этих событий, знаете ли. Значит, и он такой вот, такой мовый, такой ширый, такой украинский, такой, разговлял, значит, и, интересно, один раз с ним начали разговор, это было еще начало 2000-х, так где-то получается. И он сказал, я по-украински не могу это сказать, но такая мысль была у него, я вот еврей, как еврей, он украинский, и он украинец такой, и вот, как бы, гордился своей украинскостью. Я говорю, ну, я, говорит, еврей, как еврей? А, потому что еврей Иисус Христос живет во мне, говорит. Да. Вот это, да, думаю, да, интересно, дедушка, он, он, как бы, вот, он в храм ходит каждое воскресенье в храме, там, смотрит, там, все, значит, ну, местом, но понимание есть, потому что Иисус Христос, он поселяется в нас, и я верю тоже в такой божий, святой интернационализм. Знаете ли, нас спичкали одно время таким красным интернационалом, но это все оказалось мыльным пузырем. А настоящий интернационал-то, он во Христе Иисусе, Господе нашим. Аминь. Да. Да, вот здесь вот, что на Facebook Владислав пишет, что проводите семинары в ответ на мой вопрос, где ваши священники получают образование. А, вот так, да, выписали точно, да. Но так и не отписали, где именно, как быть, то хотел бы посетить. Так, по поводу семинаров здесь, в Киеве, я сейчас уезжаю во Львов, завтра я буду здесь еще на служении, потом уезжаю во Львов. Приезжаю, получается, ориентировочно числа 20-го, я думаю, август, извиняюсь, февраля. 20-го февраля, ну, в 20-х числах точно, получается, буду здесь. И даст Бог как раз запланируемые семинары, слушайте. Потому что 25-го числа я буду... Кстати, вот вопрос, кто задавал выше, ученик Христа. Я 25-го в субботу, я буду проповедовать здесь, в Киеве, в одной из мессианских общин. Значит, это у моего старого тоже друга, Евгения Гудухина. У него, это на улице Задышно, уютно, уютная улица, это на Дарнице. Вот там буду проповедовать. Поэтому, если вы хотите посетить мессианское служение в таком колорите, именно прославление, ну, Женя Гудухина, надеюсь, знаете, да? Вот, приходите, пожалуйста. Вот, в воскресенье буду у себя в церкви. И я думаю, что можно будет запланировать семинар как раз вот после 25-го, 26-го, соответственно, да, уже февраля. Интересно будет, думаю, собраться нам вместе. Вот, а вообще, наши священнослужители, вот, если... Я, со своей стороны, когда вот наш Сергей Николаенко спросил об образовании, вот, он очень хотел получить такое богословское образование, говорю, ну, вот смотрите, брат, смотри, брат, говорю, вот как священник, есть разные семинарии, баптистские, пятистнические, харизматические, адвентистские, очень разные, пожалуйста, католические, православные. Ну, православные очень сложно, потому что с нашим реформаторским таким учением, вот, как бы, вряд ли какая православная семинария возьмется, вот, принимать. Но, те, которые принимают, те принимают. Значит, я сам настроен весьма так, экуменически, во Христе Иисусе, главное, чтобы было все, вот, в истине Божьего Слова. И Сергий наш, отец Сергий наш Николаенко, он пошел учиться в этот, как его, семинарии у них там в Белоруссии, 50-ников, от Союза 50-ников. Вот, и он сейчас уже получил степень богословскую, одну там, вторую уже, молодец, слава Богу. Так что, поэтому, если вы хотите богословское образование получать, здесь, в Киеве, вообще нет проблем. В Киеве семинарий, ну, я могу быть не точным, но порядка 20 точно очень хороших семинарий здесь есть. Вот, известных таких семинарий, я могу назвать. Вот, порядка тоже 20, не меньше, других библейских заведений таких очень известных тоже. Это библейские институты, колледжи. То есть, пожалуйста, можно на выбор в разных, притом конфессиях, в разных христианских конфессиях. Вот, нашей семинарии, как таковой, пока нет. Но семинары провожу я. Ну, скоро семинары будут. Будет, обязательно, обязательно. Вы празднуете и субботу, и шаббат, и воскресенье. Я ученик Христа. Вы, видимо, как ученик ученику говорю. Значит, видимо, поздно подключились, потому что я как раз выше процесировал, значит, Иоанна Златоустова, его слова. Значит, я, может, не дословно, но примерно так звучала его мысль, что Христос с нами во все дни до скончания века. Во все дни. И для христианина, он говорил, каждый день есть повод для праздника. Или каждый праздник, каждый день. Знаете ли, неверующие порой собираются, да, на троих, значит, и праздник найдется всегда, значит, повод найдется всегда. Желание, стремление, жажда, это жажда. Вот, если неверующие могут жаждать всякой похоти и находить повод для праздника, то для верующих вообще, ну, просто стыдно не найти повода для праздника. Всегда есть повод для праздника. Вот, значит, воскресенье у нас арендное, у нас нет своего храма вообще, к сожалению, пока, опять-таки пока молимся. Вот, значит, и вообще, если будет свой храм, мне очень хочется, чтобы служение было не просто даже раз в неделю или два раза в неделю, каждый день. Каждый день, чтобы была молитва, каждый день было собрание, служение. Кто-то был служитель постоянно при храме. Служитель был постоянно при храме, да. 24 часа в сутки, чтобы двери были открыты. Да, да. Чтобы и ночью, и днем любой человек мог прийти, помолиться, воздать славу Богу с какой-то нуждой, может быть, с прошением или с благодарением. Вот, это потрясающе, действительно, это очень важно, я считаю. Вот так вот. Ну, и с начавшимся воскресным днем всех поздравляю. С новой недели. С новой недели, да. С начала новой недели, да. С начала новой недели, да. Значит, первый день творения Божьего. И в украинском называется неделя, но мне очень нравится их по-русски. Воскресенье. По-конкретней, по-точнее все-таки. В этом отношении русский язык все-таки точнейший. Написано, говорится, воскресенье. Правда, в советское время люди не знали, большей частью, почему воскресенье, кто воскрес, зачем воскрес. Да, лишние вопросы не задавали. Да, вообще вопросов не задавали, ну, как бы, воскресенье, воскресенье, как бы. Но теперь люди, мы должны знать, что воскресенье, потому что Христос воскрес. Кстати, и пять кофеек своих ставлю по поводу обучения в семинарии. Да. Что важно учиться не для корочек. О, вот это тоже. Да, потому что, как у нас так уже принято. А мы с этим начинали, кстати, тоже, да. Да, что корочки, ну, даже для того, чтобы получить корочки священника, будем говорить так, как оно есть, может даже и учиться не надо. А надо с кем-то договориться, и напишут, и выдадут. Самое главное, это для того, чтобы действительно получать знания, чтобы эти знания потом, впоследствии, применить, применить для Царства Божьего. Что ваше... Не знание ради знаний, да. Да, что относитесь к учебе так, что вы сдаёте экзамены перед Христом. Он принимает экзамены, и видит там, вы списываете или не списываете, и как вы готовитесь. Да, и то есть это очень такой вот момент, и я себе тоже это прежде всего говорю, потому что тоже какие-то изучая моменты, я всегда стараюсь, чтобы это было действительно не для корочки, не для оценки, не для каких-то там диплома на стенку. Да, да. От этого толку мало вообще. Даже больше вреда, честно говоря. Вот я в разных библейских школах преподаю, семинариях тоже, колледжах, институтах, очень разных, куда приглашали меня, и приглашают порой, и сейчас разные конфессии тоже бывают. Бывают очень, даже очень разные конфессии даже, которые между собой даже не общаются. Вот. И я умудряюсь побывать и там, и там, и там. Вот. Но каждый раз, знаете ли, больше всё-таки удовлетворения внутри, как у учителя. У меня вот в тех школах, где я ощущаю это, что люди не просто пришли за знаниями, ради знаний, а им это нужно для чего-то, для служения. То есть они смотрят на это, как даже то, что я преподаю, они на это смотрят, как на средство достижения людей, возможность и самому освободиться, и другим людям нести свободу. То есть живое такое практическое. Практическое, да. И, честно говоря, у меня, как у учителя, тогда больше удовлетворения, вообще морального. Даже если эти школы, они вообще, как бы, ну, так вот, чисто по-человечески не котируются, знаете ли. Но у отдачи, внутренней такой, и довольства больше, намного вообще. Вот. И, знаете, друзья, конечно, наши, как вот отцы древности говорили, значит, православные, ещё древние отцы говорили, что богослов не тот, кто богословствует, а тот, кто молится. И только лишь тот, кто молится, тот есть богослов. Вот, и пусть Бог нас благоставит живым своим богословием, действительно, вот, общением с Ним, живым общением с Жизнью, живым Богом. То есть книжники-фарисеи тоже классные богослови были. Да, да. У них там очень крутые дешевые были. Голос хорошие были, да. Ну, и к чему это привело, все знают. И пришёл к своим, сам Мессия пришёл, и его распяли, слушайте, ну, позорище. Но не все, те, которые приняли его, дал власть быть чадами божьими. Даже среди обращённых были тоже, и священников многие пока здесь обратились, да. И были книжники, были, значит, и были, значит, обращённые. Вот, но, что правда, то правда. Основная часть, и костяк самоучеников были людьми простыми, не заканчившими семинариями. Рыбаками, да. Рыбаки, да, сборщики налогов, там, да, значит, там люди, ну, таких профессий, не священных, как говорится, профессий. Я даже думаю, вот у меня такая мысль, что если бы Христос взял учеников своих уже учёных, это были проблемы. Потому что им надо было разрушить, да, то, что было. Доктрины их не. Доктрины, да, которые далеко не всегда соответствуют истине. Да, и вот тоже вопрос, когда следующие прямые трансляции. Я стараюсь проводить трансляции пятница, суббота, воскресенье с 18.00 по киевскому времени. В социальных сетях я делаю оповещения. Если есть трансляция посреди недели, то я выставляю информацию. Вот, или какие-то изменения. Поэтому следите на фейсбуке, на основной моей странице, первой моей странице. Вот, с неё я дублирую потом на другие страницы, значит, новости. Сейчас я уезжаю, получается, во Львов. Опять-таки, в гостях я не знаю, будет ли интернет и будет ли он хорошим достаточно, скоростным. Вот, надеюсь, что всё будет и в этом хорошо, в интернете. Поэтому я думаю, что и со Львова я смогу сделать трансляции. Значит, по крайней мере, вот у Кифы нашего, у него есть интернет точно. От него я могу сделать трансляцию. У других братьев, кого я буду, я не знаю точно ещё. Но по возвращении в Киев снова всё будет возобновлено. То есть я буду снова проводить трансляцию. Да, ну и нужно, чтобы подписались на канал. Как говорят сейчас, нажмите колокольчик для оповещения. Да, подписывайтесь. Нажимайте колокольчик. Пусть Бог благоставит вас всех во имя Господне благоставляю. Вот, молитесь за нас, мы за вас, друг за друга молимся. Вот, как я написал там в социальных сетях тоже на днях вот. Так вот, от сердца так вырвалось, знаете ли, что такая цитата, такая дня была. Значит, смотрю, много лайков, много перепостов было. Думаю, хорошо, значит, это людям тоже отзывается, что блаженно осознавать, вот, я уже даже не помню, как я так красиво сказал, что блаженно осознавать вот эту нашу зависимость друг от друга, как в теле, как члена одного тела. И блаженно осознавать нашу, тогда полную зависимость от нашей главы, от Господа Иисуса Христа. Вот в этом особенное блаженство есть. И пусть Бог благоставит всё тело своё, всех нас во имя Господне, церковь свою. Вот, и которые есть столб и утверждение истины во имя Господа Иисуса Христа. Да благоставит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо своё на Тебя и даст Тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. С миром Божьим и пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа пребудет со всеми нами. Аминь. Аминь. Слава Богу, благоставляю.